Приветствуем всех присоединившихся у нас, ну как бы внеочередное занятие нашего курса, наших занятий. Обычно мы читаем тексты, связанные с недельным разделом, либо комментарии Раваханан Парата, либо один из Штензальца. Но в этот раз мы второе занятие посвящаем несколько другой тематике, а именно разбор и перевода такого небольшого интервью, который дал порядка девяти минут, которое дал Рафа Уришерке на 14 канале. В записи будет ссылка на первую часть этого разбора, где мы как бы разбираем, что у нас есть перед глазами. Сейчас я включу, будет идти звук. Я сделал специально несколько медленнее, несколько медленнее, но все-таки не как бы сумасшедшие медленные, то есть как бы замедленные. Видно, что они говорят медленнее, не нормальная как бы речь, но чтобы нам было быстрее усваивать. Плюс есть, видите, внизу субтитры, где-то ее то, что называется. Мы слушаем и разбираем, переводим. Плюс по ходу дела я иногда позволяю себе добавлять некоторые замечания, которые, может быть, непонятны по тексту или по теме того, что мы говорим, о том, что происходит в Израиле, для того, чтобы просто внести некоторую ясность. Не вступаем в какие-то меры с собой, по-видимому, дебаты, полемиков относительно самого сути того, о чем она говорится. Это каждый будет потом сделать отдельное, мудрственное занятие. Наша сейчас задача – это понять, о чем идет речь и общую тему, о чем терминология, о чем происходит, о чем идет разговор. Хорошо, вот к нам присоединяется еще один человек. Все, мы тогда начинаем. Все, я включаю. Тимофей, начинаем субтитры. Идем дальше. Окей. Сейчас, секундочку, давай эту фразу, мы это пропустим. У него есть парод прогрессивный. Он нутцери, пошел. Да, он говорит, он нутцери. Окей, вот мы подозреваем с этого места. Тимофей, ты можешь перевести вот эту фразу, то, что здесь написано? Да, конечно. Значит, нарратив христианский говорит, что единственный этический путь в мире – это милосердие. Да, дословно написано «а эраха мусари». Ты правильно перевел. Эрах – это ценность. Можно сказать путь, можно сказать, что единственная этическая или моральная ценность в мире, в смысле в мире как бы мусагин, в мире как бы концепции, в мире воззрений – это единственная хемла. Хемла, мы говорили, это то, что переводится, с ивритом называется «милосердие». Да, окей, следующее. И вот, он проводит сейчас некоторое… мы говорили, я пытаюсь подчеркнуть, когда поскольку это такой разговор, интервью, тут немного есть как бы воды и все, вот, но есть некоторая основная тематика. Вот сейчас основная тематика, ее как бы основные постулаты проводят в Рафшерке, да? Можешь перевести в «Аз, Йо, Цэ, Шиколь, Маша, Цэ». Давай пробуем. Да. И тогда вытекает, что все, что ты делаешь… Да. Так, «Апалат, Акох», то есть какие-то силовые действия. «Афалат» – это всегда применение. От слова «лафиль». Понимаешь? «Лафиль» – это «ефиль», форма «ефиля» от слова «паль», да? От слова «поль» – это глагол. А «афала», «афалат», «афалат», «кох» – это глагольное существительное. А «фала» – это всегда задействование. Даже хуже по переводу, но ближе по прямому смыслу – это задействование. Есть два близких. Есть «асама». «Асама» – это «apply», «application», это применение. А в данном случае смысл другой. А «фала», «афала» – это задействование. Хотя это тоже похоже на применение, но это не от слова «задействование», а именно от слова «действовать», да? «Афала», «от кох» – задействование. «Лэшэма сагат цедэк». Что означает «лэшэма сагат цедэк»? Ну, «во имя справедливости». «Во имя справедливости», да. И вот очень важное окончание, что он говорит, что он говорит. «Зэнах шаф лэрко альхрихи». Это думается как необходимое. Необходимое. «Лэро». «Зло, зло, 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 лэро». «Ро» – это зло. «Лэро» – это очень, вот эта добавка очень важная. Потому что она как бы, ну, если не отрицает, то, в общем, как бы, ну, ставит под сомнение все, что было до сих пор, правильно? Потому что с точки зрения, он говорит, что по христианству, да, самое главное – это милосердие. Поэтому, если ты вынужден применять силу, для чего? Для того, чтобы достичь справедливости. Для тех, кто не слышал, я повторяю. Главная, как бы, фраза, которая была у Рава Шерки до этого, в предыдущем, в первой части нашего разбора, когда он говорил, что надо прежде всего сказать, что есть войны справедливые, и войны несправедливые. Если ты ведешь войну справедливую, то тогда ты можешь. И дальше Рав развивал, что можно применять силу. Не только можно, ты обязан применять силу для того, чтобы достигать цели. Вот он здесь говорит, с точки зрения христианства, не совсем так. Те не говорят, что ты не можешь применять силу. Говорят, говорят, что это необходимое зло. Это неправильный путь. Окей? Дальше. Мы так не думаем. Мы так не думаем. Дальше. Дальше. Вот, очень важно. Что говорит Рав? Мы говорим о объединении качеств. Правильно, объединение качеств. Правильно. Ну, это не совсем гладко по-русски, но смысл совершенно правильный. Ахдут Арахим. Ахдут Арахим. Так, Арахим это... Ценности. Ну, это, я повторяю, да. Это объединение как бы ценностей. Правильно? На какую-то тему это было. Это на тему, что как бы наш подход, имеется в виду еврейский подход, еврейский с иудаизмом, в том аспекте, в котором мы говорим о применении сил, отличается от христианства. Потому что по-христианству единственное, что подчеркнуло Рав, это милосердие. А как бы в иудаизме у нас это не так. И тут ключевое слово это Ахдут. Или Ихут. Ихут, да, это объединение. И точно так же Ихут и Ахдут, это очень близкие слова. Это все на тему, я думаю, что это синоним. Это все на тему объединять какие-то вещи, которые, ну, скажем, близкие по смыслу, они объединяются в одно целое. В данном случае это вот это. Окей, дальше. Сейчас, 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 сейчас. У меня тут перехрестнулось на следующую фразу. Сейчас. Как это перевести? Так. И действие справедливости. Смотри, осия, осия, да, это, ну, по-русски это дословно дело несправедливо. Осия это дело несправедливо. От слова лаосон. То есть, по-русски это что-то типа, когда ты творишь, да, когда ты творишь, когда ты совершаешь справедливость, это, да, часть чего? Часть делания, ну, какого-то этического. Правильно, да. Он, как бы, сейчас, понимаешь, к чему он ведет? Понятно, к чему ведет рау. Он хочет вести к тому, что применение силы – это обязательная часть, а совершенно не так, как христианцы, что это часть, которая, как бы, необходимое зло. Это совершенно не зло. Это правильный путь. Во всяком случае, вот он намечает, как бы, подход. Правильно? ОК, следующее. Сейчас, вот это тот интервьюер, правильно? Инон Маккаль, да, это ведущий вот этой программы, которая называется «Патриотим, патриоты», он, как бы, перебил. Ну, как бы, такая нормальная система, когда они между собой, как бы, паны вот за столом, как бы, входят и перебивают друг друга. Это совершенно нормально, это вообще, как бы, израильский стиль такой. И, ну, в общем, человек должен бороться за то, что ему дали продолжать разговаривать. Поэтому здесь он, как бы, ведет себя схожим образом, ну, немножко по-другому. Некоторая пауза, и он тут же, как бы, вырывается. Итак, что он сказал? Вот написано «Инон», это его шэм. Абалатайудэм. Да. Ну, ты знаешь, в этой связи, по этому поводу, у меня много раз бывают споры с людьми левыми, ну, из левого лагеря. Правильно. Светскими или прогрессивными. Правильно. Все замечательно, сто процентов правильно перевел. Дальше. Да, я их спрашиваю, а в чем ты, еврей, в чем заключается еврей? Значит, что стоит за этим вопросом? Вопрос, как бы, кардинальный. Почему он спрашивает? Этот вопрос зачастую возникает в разговоре между религиозными и нерелигиозными. Либо массовки, либо не массовки. Почему? Потому что, когда человек, он, как бы, соблюдает, да, или, во всяком случае, является традиционалистом, да, при республиционных ценностях, то, как бы, понятно, понятно, к какому миру ценности он относится. То есть, понятно, в какие одежды он одевается. Когда, когда человек из того, как он объяснил левого лагеря, да, он сказал, либо прогрессивный, либеральный. То есть, грубо говоря, человек, на котором ни внешним, ни внутренним, ну, скажем, внешних, нет никаких признаков того, что он является евреем, да, в всяком случае, по тому, как он себя ведет. Тогда возникает вопрос. Тогда человек ему говорит. Послушай, вот он вам говорит. Ну, хорошо, ты там не надеваешь твилин, ты там соблюдаешь в субботу, не веришь в странах, не веришь в Бога вообще. Ну, вообще ничего. Ну, хорошо. А в чем, как бы, заключается, что евреи? Поэтому вот в этом маленьком вопросе есть некоторый стержень-стержень вот того диалога, который зачастую происходит между частью традиционалистской, скажем так, в Израиле и нетрадиционалистской. Значит, что Раф отвечает? Это очень важно. Это я тоже много раз слышал, и мы все, кто живем в Израиле, это много раз слышали. Вот такой некоторый общий отбив. Итак, какой отбив? Значит, они мне отвечают. Здесь цитаты из наших источников. По их еврейству заключается возлюбить ближнего своего, как самого себя. Вот сто процентов. То есть, ну, понятно тоже, почему так люди отвечают. Мы сейчас не будем раскрывать и все, потому что наша главная цель – это перевод их беседы. Но тем не менее, поэтому почему так отвечают? Потому что как бы из всего традиционного как выдирают, и в чем не целую фразу, а только часть фразы, которая наилучшим образом отвечает, ну, скажем, общечеловеческому, общецивилизованному, а сейчас Рафа объяснит, что это общихристианскому, как бы подходы. Да? Окей. Идем дальше. Значит, если что-то непонятно, пожалуйста, перебивайте меня и спрашивайте. Так, что он сказал? Он сказал «беводай». Да, ну, «беводай». Конечно. Да, ну, конечно, дальше. Каломар. Тенуата, тенуат הנפש, של השмол, и тенуат נפש яудит. Это все, что-то такое. Ага, окей. Он как бы называется «меламет алейн-зхут». То есть, он их, он, как бы, их защищает, как бы говоря. Каломар. 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 Тенуат הנפש, של השмол, и тенуат נפсь. Как это сказать? Движение души. Состояние души, движение души. Все правильно, да? Да. Это движение души евреев. Он как бы, да-да-да-да-да, Раф хочет, то есть, как бы, какой его расклад? Если бы он по-простому отбил бы, сказал, да, послушает все крестьянские наветы, никакого это отношения, как бы, к евреям не имеет, тогда, как бы, не о чем разговаривать. Ну, Раф, естественно, он не делает, то есть, как бы, это то, что он дальше, говорит, отвечает его адженде, как бы, его представлению. Ну, а кроме того, с точки зрения ведения, как бы, беседы, это правильно. Он говорит, не отсекай их. Не говори по-простому. Ну, да, они вообще не евреи, чего они какой-то кусок фразы выделяют, вообще не по-простому происходит. Он говорит, не так. Он говорит, да, не, послушай, из-за того, что они говорят, понятно, что они это говорят, из-за своего, как бы, еврейского настроя, потому что они евреи. Но сейчас будет, конечно, оваль, но... Дальше он говорит, как бы, некоторый такой, как это называется, ну, неафоризм. Ну, такую некоторую фразу, которая двойственная по смыслу, и это такой зачин, который он бросает в публику. Это то, что зачастую делают Равшерки, поэтому интервью с ним они считаются очень, называется, миротким. Они очень такие, завлекающие и интересные. Итак. Как это перевести? Значит, вспомни одну вещь. Ну, да, вспомни, помни, правильно, да. Да, индивидуум, которые стоят... Нет, а их един, в данном случае, единственные. Единственные кто? Единственные, кто стоит на пути христианской этики. На самом деле, это евреи. Правильно, он говорит, послушай, ты вообще, говорит, ты пойми, о чем речь идет. А дальше он такой зачин бросает, который, естественно, вызывает в зале, как бы, ну, такую улыбку. Правильно, потому что достаточно неожиданно. Он же, опять же, не отбивает по-простому, говорит, да, они вообще не евреи. Он копает глубже, чтобы было интереснее разговаривать. И вообще, более интересная концепция. Он говорит, да и е, ну, ты послушай, единственный, в смысле, единственный в мире, который вообще, значит, всеомгин, бодрешот шлямуса. Которые вообще, ну, как бы, соблюдают вот это требование моральное, христианское. Это вот различие, да, христианское. По-настоящему это кто? Ну, по идее, надо было сказать христиане. Если мораль христианская, то христиане, он говорит, да нет. Но это евреи. Почему? Потому что, понимаешь, а что такое ММЦУИДЗЕ? Что такое ММЦУИДЗЕ? Ну, не знаю. МЦУ это придумали. Нет, придумали. МЦА это придумывание. Это вот что-то новое. Это вот ноу-хау, то, что технология говорится. Это называется МЦА. МЦА это когда человек придумывает что-то новое. Понятно, что от слова ММЦУИДЗЕ, только здесь это стоит в ПЕЛЕ. Правильно, поэтому он говорит, да нет. Ты думаешь, что это христианское? Да это что-то они считают, что это христианское. Это что-то с этим не связано. Это вообще евреи. Единственное, кто это выполняет, это евреи. Кто это вообще придумал? Идем дальше. Да, но они, значит, смеются, потому что смешно дальше. Значит, нет ничего удивительного. Ну да, говорит, ничего удивительного. Душевное устремление, либо устремление души. Да, натия это устремление, правильно? Что это на душевное устремление? Когда говорят о сексуальных наклонностях, то говорят натия мини. Натия от слова ЛЕНТО. ЛЕНТО это склоняться, правильно? Поэтому здесь натия нашей, это как бы душевное, духовное устремление, да? ИРУЯЛЫ ШЕРГИМИДА РАБА. Да, что это достойно как бы. Правильно, похвали. В большей степени достойно похвалы, да? Да, она достойна похвалы, бемеда РАБА. Ну, да, в большей степени, в достаточной степени. Окей? Как бы понятно. То, кого сейчас показывают, это один из участников этого панеля. Когда вот внутри вот этого круглого стола, если можно сказать, есть такая кета, есть кусок, часть. Это интервью с приглашенным, с приглашенным участником. Наши приглашенные участники, которые обширки. Поэтому они не вмешиваются. Как правило, такие же, они не могут задавать его вопросы. По-моему, это было выдержано до конца. То есть он разговаривает только с ведущим, и он мог. Но камера времени от времени показывает вот этих вот участников. Но обычно их лицо должно как-то выражать, подчеркивать, в общем, отношение к происходящему. Вот этот, кстати, человек, я, честно говоря, забыл, как его зовут. Забыл, как его зовут. Он профессор. Поскольку считается и правильно, что этот стол, панель, она состоят из людей разных. То там разные такие, как бы, ну, не знаю, по-моему, из шести или из пяти присутствующих. Они все правые. Ну, как бы, с разным стилем, но как бы все правые. Списатели, журналисты, то есть, опять-таки, десятые. А он, он, он как бы был левым, потом стал центристом. Ну, чем дальше он участвует в этой программе, как это случается, чем он дальше начинает переходить на правую сторону, которая случалась со всеми, кто были до него. Окей, идем дальше. Я передаю тогда. Да, окей. Ань, ты с нами? Да. Давай. Так, где мы что-то... Вот, Ракши имитнагеретла имэта мусарит. Вот ты сказал, что он сам... Они, ну, только, единственное, что это, ну, как бы, противоречит истинной, ну, истинной морали, получается. Правильно. О чем он говорит? Он говорит, что вот это вот душевное направление, натия навши. То есть, в достаточной большой степени, это вот натия, какая натия, натия, то, что было выражено, и будешь, делай, люби другого, как самого себя. Что это, как бы, все правильно, да? Но теперь начинается Ракши имитнагеретла имэта мусарит. Но, говорит, тем не менее, это имитнагерет, то есть, как бы, противоречит. Правильно? Морально истинно. Читаем дальше. Да. Дальше. Сейчас, вот, перенеснулась на одну строчку. Следующая строчка. Да. Переводишь? Так, значит, поэтому... Я считаю, что беседа, это именно конкретно, очень конкретно, как бы, специально... Значительно. А, можешь молотить, можешь молотить два раза, как значительно. В этом аспекте, в этом аспекте, да. Ты все правильно сказал. Давка, давка, это всегда слово «именно». Именно. И в сленге, в сленге еврейском, когда человек кому-то что-то делает, даже дети, например, это то, что по-русски говорят «нарочно». «Нарочно мне это сделал», да, вот говорят «ната аси ты ледзе давка», «давка тауста аси ледзе», как бы, именно «нарочно» ты делаешь это мне, хотя «нарочно» слово есть «бахавана», но «давка» здесь это «именно», поэтому он говорит. Поэтому я считаю, что вот это действительно, этот цифр, это обсуждение, этот диалог, да, он очень значимый, да, дальше. Сейчас, этот снова встревает и говорит, забрасывает фразу, сейчас. Сейчас, следующая фраза. Значит, он подковыривает снова. А в чем тогда, в чем тогда быть евреем? Что значит быть евреем? Ну да, то есть он так, да. Азима, зэл, йотта, иудит. Правильно. Значит, какая у них беседа? Он, как бы, ведущий этот инон, он его подколол, он ему сказал, ну хорошо, а вот как ты считаешь, что быть евреем? Говорит, вот знаешь, многие вообще говорят, быть евреем – это любви ближнего, как самого себя. Тут Раф объяснил, что это очень важная часть, и что вообще это от нас происходит, мы как бы источники, и все. То есть он как бы не отбил, он не сказал, да нет, все ерунда, окей? Тогда он его опять возвращает и говорит, ну хорошо, ты сказал, что в этом есть плюс, но в целом, в целом, они неправильно это понимают. А как ты считаешь, да? Что такое быть евреем? Азмар, йотта, иудит. Дальше. Переведи, переведи, а я поясню, окей. Так, тире. Ани без мано шальтиет азмар, так вот, смотри. Азмар, йотта, иудит. Ага, так вот. Я в это время или в это время? Без мано, это как бы, без мано, это означает когда-то. Когда ты спрашивал кого-то, кого он спрашивал? Аса Кашер, да. Аня все правильно перевела, чтобы вы поняли контекст. Что такое Аса Кашер? Аса Кашер – некоторая ключевая фигура, очень-очень проблематичная. А, господи, это с чем имя и фамилия, думаю. Да, да, его зовут Аса, фамилия Кашер. Ну, товарищ Кашерный, Кашерный, ну Аса, ну вообще, по своим взглядам, совсем не Кашерный. Он что? Он главный, как бы, моралитизорок армии. То есть, он тот, который назначили, ну, по-моему, назначили еще некоторое левое правительство. Его назначили главным идеологом армии с точки зрения моральности. Более того, он составил некоторый кодекс не строительства коммунизма, а некоторый кодекс бойца армии, в котором самая главная тематика, она была не победа любой ценой, а самая главная тематика была, это проявлять как можно больше гуманность по отношению к врагам. Поэтому, поэтому, внутри вот их разговора, поэтому Раф это говорит. Публик, это понятно, потому что это имя, но наслуху. Дальше. Окей, да, очень длинная фраза, но мы переведем ее, да? Окей. Я спрашиваю его. Да. М, бесет, бесет, бесет. Бесет. Сет это сет, в смысле комплект. Да. Бесет аур хим шевро ах цагаль шеву ма... Мэ ам и нас хим шело. Мэ ана сахим шло, вот. Значит, в чем, как бы, ну, комплект ценностей, набор ценностей духа, армейского духа? А, да. Да, он один из формуляторов, он один из тех, кто сформулировал. А те, кто сформулировал? Да, дальше продолжение этой фразы. Да, вот это очень важно. Не-не, махнись, махнись, включай. Включает ли он туда справедливость или только любовь? О, замечательно. Правильно, потому что я даже не говорил, вы понимаете, о чем говоришь. Только что Раф, у него главная платформа, он объяснял, что беспощадное отношение к врагу и полная тотальная победа – это сияцеды. И это не связано с любовью. Поэтому он как бы подкалывал этого Аса Кошера и говорил ему, ты о чем вообще говоришь? Ты о справедливости говорил или только о любви? Дальше. Дальше. Так. И он не знал, что ответить. Да, он не знал, что ответить. Ну, не знаю, так это было или не так, но, во всяком случае, Раф говорит, что тот был озадачен, не знал, как ответить. Правильно? Почему? Потому что, опять, Раф правильно ставит вопрос. Я позволю себе задавать. Чему? Действительно был такой диалог с Аса Кошер. Уже не говорил Аса Кошер. Насколько мы должны быть беспощадными? Если есть моральная проблематика. Например, враг пользуется мирным населением для того, чтобы убить тебя, убить гражданское население и добиться своих целей. Правильно ли тебе задевать и гражданское население только, чтобы достичь этого. Он же не спрашивал вот так. Понятно, что тот бы ему ответил. Он бы сказал, что самое главное, это надо максимум защищать гражданское население и не давать и разделять. Он ему с другой стороны подводит. Он говорит про справедливость. А это почему-то справедливость. Окей, дальше. Дальше. Возвращается к вопросу, к которому заговорились. Так что значит быть евреем? Так что значит быть евреем с точки зрения Равина? Вот Чарльз Раф придумывает, как сделать такую фразу, нетривиальную, чтобы тоже поджечь аудиторию. Сейчас посмотрим, как это ему получается. Вот он даёт, что нам стандартный ответ, который никто как бы не ожидал. Окей, ну как бы ничего нового в нём нет, но в качестве прикола, что он замечательный. Что он отвечает? Смотри, что Рибоно Шелам, ну Господь Мира, Владыка Мира. Да, Владыка Мира, да. Анихо Шев, Шев, О, В, Ф, Кулану. Я считаю, что он любит всех. Ну да, ты как бы спрашиваешь. А к чему это вообще? Вообще не про это спрашивал. Ну понятно, что он опять как бы в стиле Рава Шерки, вот он отбивает, но при этом, при этом он как бы поражает аудиторию тем, что он не даёт как бы прямого ответа, а он ведёт это по-другому дальше. Да, вот это следующая фраза, очень забавная, да. Он любит даже тех, кто его злит, сердит, раздражает. Вы знаете, какой ход интересный? Сейчас не имеет отношения к периоду, в случае ведения диалога. То есть Рав не напрямую ему говорит, послушай, ну какие они вообще евреи, о чём ты говоришь? То, что бы сказал, что он нормальный как бы человек на его месте, с его взглядом. И ничего нового в этом бы не было, да. Он сначала говорит, нет, но Господь всех любит. Потом он говорит, нет, ну даже те, кто его раздражает. Понятно? Что те, кто раздражает, владыка мира. Но они как бы отрицательные типажи. Но он не сказал, что они отрицательные. Он сказал, что Господь всех любит, но даже те, кто его раздражает. Дальше. Да, ну а теперь он ещё одну штуку. Подливает масло в огонь. Что он говорит? Даже если они дотимные, то есть, ну как религиозные. Даже если они религиозные, да. Почему? Потому что он хочет как бы снять вот это вот довольно простое распределение всего общества, на левых, правых, религиозных и негалигиозных. Ну понятно, мы хорошие, а не плохие. Да, а он говорит, нет, вообще те, кто его раздражает, он тоже любит. Хотя они его раздражают. Он говорит, но даже те, которые религиозные, тоже. Идём дальше. Дальше. Выдущий, Тагид, скажи. Если у тебя есть еще два вопроса. Шельберур как для проявления, для ясных. Ну, для выяснения, да. Для выяснения. Ваше слово Тагид не совсем по месту, правильно? Потому что по идее он должен был бы сказать тишма. Ну, вообще тишма звучит несколько более, как это сказать, простонародный. А, фамильярный. Поэтому он говорит Тагид, хотя как бы, что значит Тагид? Он его слушает. Но в данном случае это больше типа послушаем. Он говорит, послушаем. У меня еще есть два вопроса для, как бы, выяснения. Какие это вопросы? А, окей. Сейчас конкретика начинается. Окей, дальше. Первый вопрос. По-русски это переводит «сделка». По-русски вообще слово «сделка» всегда насколько эволюционно. Прежде всего, первые относительно «сделки». Да, первые «сделки». Значит, по-русски слово «сделка», она, во всяком случае, в мою бытность, это имеет некоторую отрицательную коннотацию. Сделка – это спекулянты, это шахер-махер, это «сделки». Значит, по ноябрите слово «иска» совершенно не несет отрицательного смысла. Это от слова «эссок». «Эссок» – это бизнес. «Иска» – это делать бизнес. По-русски сейчас тоже это обычное слово. Значит, у меня правильно. Я это передаю. Сделка – это обычное договор. 100%. Окей, значит, сделка здесь. В данном случае, она, как сказала Аня, это не отражает то, что у меня на слуху. А на слуху это 70-80-е годы. Значит, это не так. Окей, слово «иска» совершенно нормально. Почему он говорит про это «иска»? Потому что «иска» имеется в виду, это просто одним словом говорят то, что всем понятно, имеется в виду попытки договориться с «хамасом», прийти к какому-то компромиссу. Самое главное – это то, что получает Израиль, это возвращение патичных. Как, сколько живых, мертвых – это все обсуждается. Но это самое главное. Это одна из самых центральных тем сейчас в израильском обществе. И по существу те две суперзадачи, которые были поставлены правительством, как угодно, в отношении войны в Газе – это две задачи. Первое – это полное разбитие «хамаса» и уничтожение его военного потенциального уничтожения, его возможности снова возродиться. Это то, что армия делает до сегодняшнего дня. Прошло уже почти, по-моему, уже 9 месяцев прошло. А второе, самое главное – это возвращение огромного количества захваченного 7 октября заложников. У них часть есть, те, которые были в военной форме, большая часть – гражданских и так дальше. Это как бы бэкграунд, о котором сейчас идет речь. И это очень сейчас обсуждается. И по существу весь лагерь, правый и левый, они как бы позиционируются по отношению к этой иске, по отношению к этой сделке. Дальше. Окей, это очень тоже важная тема, которую он сюда дальше прилагает, поскольку он разговаривает с людежным человеком более того, родителем. Да, Ань, можешь переводить? Так, так. И есть спор относительно сделки, ну, сейчас относительно сделки по выкупу пленных. Правильно, есть заповедь, поскольку он разговаривает с раввинцем. Ну, важно как бы узнать его мнение. Почему? Потому что те, кто за сделку любой ценой, в том числе не выполнение главной задачи этой войны, а именно разбитие Хамаса, уничтожение военного потенциала и не давание ему возродиться снова, да? Вот, они используют терминологию религиозную, хотя сами по своей части они не религиозные, но они используют религиозную тематику и говорят, ну, о чем вы говорите вообще? Это же, вы же религиозные люди. Вы должны наблюдать заповеди. Одна из самых главных заповедей – это пиденшвы. Пиденшвы – это выкуп пленных. А именно евреи собирают деньги для того, чтобы выкупить тех заложников, которые не евреи захватили. Вот поэтому он как бы обостряет эту тематику, не просто спрашивать Рава, а спрашивать его с точки зрения, ну, вот такой религиозный окрас. Идем дальше. Окей, тут есть некоторый термин, термин, я их быстренько объясню, в принципе, все понятно, да? То есть вот это выполнение освобождения заложников, как выполнение заповеди выкупа заложников, пиденшвы – им дальше. И говорит, даже за счет чего? Витур. Витур, а? Интересим. Вот это вот Филадельфия. Я объясню, что это такое. Витур – это типа выгода или выгода. Не-не-не, витур – это отказываться. Леватер – это от чего-то отказываться. А не меватер – значит, я отказываюсь. Уступка, да, уступка, наоборот. Уступка интересов. Да, да, уступка, оказывается, правильно. Уступка в интересах чего-то. Витур, Филадельфия и нацарим. Витур, Филадельфия и нацарим – это два главных момента, которые обсуждаются, я не знаю, смогли ли как-то договориться с Хамасом или нет. Почему? Потому что, не вдаваясь в подробности технически, но объясняю. Су Филадельфия – это некоторая прямая магистраль в течение, по-моему, полутора километров, меньше двух километров, которая вплотную прилегает к Египту со стороны Рафиаха. И это цирк Филадельфия, это там, как бы, на магистрали, если можно так сказать, это понятно, что это не машины, а это просто вспаханные некоторые полтора километра, которые до отхода армии, армия не сейчас отхода, а отхода раньше, армия патрулировала там, чтобы не использовать это для контрабанды оружия из Египта. И то же самое цир-нацарим. Цир-нацарим – цир-цир – это вот эта вот магистраль, хотя не идет про автостраду, а имеется в виду вот некоторая такая проложенная магистраль. Есть два важных сейчас в Гаде, один Филадельфий, другой нацарим. Нацарим – это важно по отношению быстрого доступа к ближайшим поселениям, в том числе поселение, так и называется, поселение нацарим. Не помню, кибуц это или нет, может быть, кибуц, да. А второй Филадельфий – это вот через вопрос, потому что все то, с чем сейчас борются с Хамасом, это произошло за счет того, что он смог вооружиться из-за того, что Египет сознательно, либо несознательно, я думаю, что, конечно, да, сознательно, закрывал глаза и, более того, даже выигрывал на том, что там были прорваны, прорыты туннели, по которым перевозили, вплоть до грузовиков, огромное количество вооружений. Окей, дальше. Вышлита. Вышлита. Вышлита – это как? Управление власти. Это господство. И военное господство. И присутствие армии. Присутствие армии. Почему это тоже важно? Он как бы говорит коротко, но все-таки нет, о чем идет речь. Потому что для достижения обоставленной задач, а именно для того, чтобы разбить Храмас… Важно ли армия находиться? Да, армия должна находиться. Как только армия отходит, они возрождаются снова. Они выползают, те, кто остались живы, выползаются из туннелей и быстренько начинают себя по-новому возрождать. Но хыхут на хыхут – это всегда присутствие. То есть иметь в виду, даже если, допустим, будет достигнута некая перемирие, то все равно она должна быть… Ну да, какая гарантия того, что через короткое время они опять не повторятся то же самое. Окей? Эйфотонимца. Эйфотонимца. Да, но я не буду переключить, там была короткая фраза. Его ведущий спрашивает. Эйфотонимца. То есть где же ты, как бы, где ты находишься, получается, что-то такое вроде… И где ты… Ну да. Где ты находишься, в смысле, в какой позиции ты снимаешь по отношению к Петру? Ты считаешь, что-то как ты считаешь. Ну да, по-русски так невозможно сказать, потому что это очень, как бы, коротко, обрублено и вообще грубо. Но видите, это особенно в такой разговорной речи, это вполне нормально. И так разговаривают. Эйфотонимца. Где ты находишься по отношению, какую позицию ты занимаешь. Вот. Раф, поскольку речь идет сейчас о конкретной, как бы, галахе, о конкретном религиозном законе, он, в отличие от предыдущих ответов, когда я шла концептуальная, он, как бы, обыгрывал, ставил какой-то такой театр и все прочее, он здесь отвечает однозначно. Что он говорит? Араф. Эн кан пидьон швуим. Что он говорит? Нет здесь выкупа пленных. О чем ты говоришь вообще? Это не связано, это с заповедью. Окей, дальше. Окей, дальше. Говорит, пидьон швуим. Зэ мусак шешаях лагалут. То есть пидьон швуим – это то, что относится к, как бы, времени, к отношению галута. Это терминология понятия. Это терминология, как бы, да, ну, понятие галута имело смысл. Так, к тому времени, когда евреи жили, когда евреи жили не в своем государстве. Окей? Понятно, почему он так отвечает. Есть большая разница. Те задачи, которые ставит между собой государство, да, и обязанности государства по отношению к тем, кто он живет. И, соответственно, теми возможностями, задачами, обязанностями общины по отношению к своим гражданам. Окей? Он говорит, что нельзя, невозможно просто применение термина, который был правильный, или галаке, который был правильный в то время, когда евреи жили в качестве обособленных еврейских общин, с одной стороны, а с другой стороны, в качестве самостоятельного государства. Дальше. И когда некая община знает, что есть какой-то пленный еврей. Да, он объясняет ситуацию, которая была тогда, для того, чтобы сравнить ситуацию, которая есть сейчас. Ты перевела все правильно, есть все понятно, идем дальше. Дальше. Да, и тогда, ну, она это община имеет в виду, собирает деньги, шохет, ну, как бы подкупает, подкупает, даже дает взятку, и все такое, и чтобы шахрер выкупить его, освободить его. Да, чтобы освободить его. Все совершенно правильно, очевидно, идем дальше. Панах, да вы на шахрур швейн. О! А мы сейчас говорим о освобождении пленных шахрур швейн. Ну, да, потому что там-то было слово, значит, вот эти слова, они не только терминология разная, а это, или лексика разная, они по смыслу разные, там говорится пидьон швейн, правильно? А здесь говорится о чем? Шахрур швейн. Какая разница? Пидьон, пидьон, левдот. Левдот, это означает выкупать. Да? А здесь идет об освобождении. Страна не выкупает. А страна самостоятельно, называется рибони, суверенная страна, обладающая своей армией, должна освобождать пленных, а не выкупать их. Дальше. Дальше. Мы на войне. Ну да, мы в войне, да, правильно. Дальше. Часть войны, это освобождение пленных. Окей, мы в какой-то момент Тимофею передаем, правильно, нет? Ну да. Сейчас. Тимофей, да, ты готов? Да, да, я тут готов. Часть войны, это освобождение пленных. Да, то есть, как Раф отвечает? Раф отвечает, что не надо противостов... То, что делают, противопоставлять. Да, с одной стороны, есть освобождение пленных. Соответственно, лагерь, которому Раф не принадлежит, да, он говорит о том, что победа невозможна. Более того, даже начинается игра в слова и говорит, что на самом деле надо понять, что победа в этой войне это освобождение пленных. Раф говорит, это не так. Освобождение пленных это часть военных действий. Окей? Идем дальше. Да. Значит, ясно, что мы должны освобождать. Правильно, да, освобождать в смысле пленных. Но при этом, да, тут нет слова но, но стоит, да, дальше. Но мы не должны лаикана покупаться, что ли? Нет, лаикана как-то... Мы смели, типа, смиряться. Даже капитулировать просто. Унижаться? Нет, капитулировать. Просто по-русски типа капитулировать, либо синоним слова капитулировать. Лаикана, кния, это капитуляция. Кния, это на еврейте капитуляция. Лаикана, это капитулировать. Дальше, развивай дальше. Опять же это слово только там было глагольно существительное правильно, кния, а здесь нехна, то есть пассив нефаль от слова лаикана, то есть это слово лаикана если ты капитулируешь ну да, капитулируешь в смысле, да, ну может быть ну сдаешься сдаешься, капитулируешь, да сдаешься да из-за амирай, это как точнее? из-за выражения, то есть ты пользуешься выражением и это приводит тебя к капитуляции нельзя прикрываться терминологии, даже если терминологии религиозные и махать флагом и говорить что пидеон шлоуим это самая главная заповедь да если при этом, при этом ты как суверенное государство ты капитулируешь ты капитулируешь перед теми задачами которые ты поставил дальше да, вот это очень важно теперь это как бы не только с точки зрения того что правильно делать тебе а еще важно важно, какой эффект это производит на твоего врага а враг имеется в виду в данном случае это Хамас но по большому счету это все то враждебное арабское население которое в Израиле да, можешь перевести попробуем это воспринимается у твоих врагов как слабость нет, не как благородство не как благородство как благородство не как благородный жест да, эла как слабость как слабость значит, проявление слабости государство не может проявлять слабость не имеет не может себе позволить поэтому он говорит что то, что понятие в глазах отдельного человека индивидуума понятие освободить задать деньги. Это некоторый благородный жест. Для твоих врагов, для твоих врагов, они совершенно это не воспринимают так. У них совершенно другая система ценностей. Дальше. И тогда ты проигрываешь. Да, это проигрываешь, да, проигрываешь, да. Держишь поражение даже. Потому что проигрываешь. Да. Во всей войне, что ли? Милхамар Кулерет в общей войне. Что значит Милхамар Кулерет? Я как бы, ну, это было правильно сказать, что он имеется в виду, Милхамар Кулерет, это не сейчас вот эта вот военная операция большая, либо война с Хамасом, или операция война с Избалой, или операция война с Хутем, или там отдельная как бы с Ираном. А есть некоторая Милхамар Кулерет, то есть некоторое общее вооруженное сопротивление, борьба-война, которое ведет Израиль с враждебным населением, которое я перечислил. Самый главный наш фронт – это один Хамас на юге, Избалая – это на Севере. Теперь начались эти самые Хутемиев, не знаю, где они там с Востока находятся, да, часть эти самые Йемена. Плюс, главное, как бы, осьминог, а это его щупальцы, это, как бы, это Иран. Окей? Вот, как бы, позиция Рава такая, что когда ты делаешь это, то ты делаешь неправильно. Потому что ты, может быть, выиграешь на вот этом этапе, действительно освободив часть твоих заложников, но ты проиграешь в некоторой большой общей тотальной войне, который ведет Израиль с враждебным арабским окружением. Дальше. Дальше. Поэтому ясно, что мы должны делать все, чтобы освободить пленников. Ну да, но это некоторая общая фраза, ты правильно перевел, поэтому, в общем, идем дальше. Иногда есть место для сделок. Да, и смотрите, интересно, может быть, с точки зрения грамматики, сейчас фразу хочу, чтобы она была на экране. Сейчас она будет. И фами мискаот, ешлеем, а ком бонумах. Да, вот интересно, тот, кто знает грамматику лучше меня, вот он наверняка это объяснит, но вообще интересно, вы видите, слово «иска» в единственном числе, это все как здесь, то есть «аин» самых «кух», и после него буква «г», правильно? Вот, но интересно, что, когда это делается, когда во множественном числе появляется слово «алев», «искаот», я сейчас не могу привести примеры, они крутятся в голове, вот, у меня такое ощущение, что это пришло откуда-то из арамейского языка. Не гарантирует все, но это вот, это иногда так прорывается, поэтому «искаот», «искаот» – это то же самое, что «иска», только во множественном числе. И так переводишь. Иногда эти «искаот», сделки. Иногда сделки имеют место. Да, ну, говорит, скажем так, да, давайте уж подать, что значит «не я меди». Ну, говорит, по правде говорит. Будем честны. Ну, что, как бы, Рав говорит, что его можно легко, как бы, аргументировать против и сказать ему. Мы понимаем, что военными способами не всегда то, что происходит сейчас, они их держат где-то в скрытых местах, в туннелях. Добраться туда невозможно, взбомбить невозможно, потому что ты убьешь заложник, который там находится. Было несколько попыток освободить, да, они были более-менее успешны, некоторые были неуспешны. Да, был трагический случай, когда три парня выскочили, вот, и с белыми тряпками или чем-то, на которых было написано «спасите», кричали на ивриты. Но, тем не менее, солдаты, находясь в таком, видимо, диком напряжении, ну, все, они все, если трое погибли. Потому что они считали, что это террористы, что это просто провокация. Поэтому, ну, Раф, как бы, говорит, что понятно, что это не всегда возможно. Если бы это можно было сделать военным способом, то, как бы, это давно сделали. В данном случае ситуация, когда большую часть заложников, к сожалению, военным способом освободить невозможно. А можно только устраивать или делать все больше давить, 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 для того, чтобы они соглашались на более-менее приемлемые условия, на то, что сейчас делают из Рафа и дальше. Ну да, пропорционально в том случае, что ты отдавая что-то, например, когда делают счет, что за каждого заложника, неважно гражданство либо военно, за военных еще больше. Есть некоторый как бы пересчет. За каждого отдают, когда был шалит, за одного солдата отдали, я не помню точно, но больше тысячи. Да, которые потом, если не 100%, 99,9%, они все участвовали, все включились по новой, большая часть теми, с которыми сражаются сейчас, это именно те, которые были отпущены. Ну, сейчас это не тысяча за каждого, все равно это цифры типа этого, там, 20, 50, 100, 200 за одного и так дальше. Окей, поэтому он говорит, что есть место, ну, пропорционально сделать, то есть ты отдаешь что-то, что кажется логично пропорционально. Окей, дальше. Ну да, но когда говорится здесь о задержке войны... Останавливанию войны. Это один из главных пунктов. Почему? Потому что Хамас дико заинтересован. То есть его самый главный интерес, как объясняют, это даже не остаться в живых. Его главный интерес, главный интерес, это возможность продолжать свою деятельность. То есть возможность продолжать вооруженную борьбу против Израиля. Поэтому им совершенно необходимо требование остановления войны. Потому что как только останавливается война, как будто фигуры на доске возвращаются обратно. То есть через какое-то время они надеются, что они смогут поставить такие условия в неприсутствии Израиля, для того, чтобы по новой возродить свою деятельность. Поэтому вот это вот выражение от Сират Милхамма, это один из главных, как бы, моментов этой сделки. И это то, одно из главных противоречий между правым и левым, потому что левые говорят, надо идти на все, в том числе на остановку войны, а правые говорят, ни в коем случае нельзя останавливать войну. Так, читаем дальше продолжение этой фразы. Мы добрым по алкния рабати, что тави и лейотер швихуддамим. Окей, а занахном и добрым по алкния рабати, как бы, ну, множественная, сильная, или там, ну, типа этого, да, шедавила и лейотер швихуддамим, да, а занахном и добрым. Да, тогда мы говорим здесь о поражении, об оккупке. Ну, это вот об этом, о сдаче, о капитуляции. Да, о сдаче. Ну, рабати имеется в виду... Большие. Да, надо как-то по-русски слово подобрать, в смысле, больше, которое имеет преимущественное значение, да, то есть практически о полной капитуляции, которая приведет шатави... Да, шатави, которая приведет к большему пролитию крови. Правильно, совершенно правильно. Дальше. Да. Как у нас, так и у них. Ну, да, почему он добавляет у них? Ну, потому что, даже с точки зрения рабина, тот вопрос, о котором говорится, о том, что есть какая-то хотя бы теоретическая часть азатин, которые называются, наиболитим битим и уравим, не вовлеченные в войну, предположим, что такие есть. Да? Вот. Они тоже страдают. И, соответственно, что, если ты приведешь к тому, что у тебя будет к ней акапитуляция, то раунда приведет к пролитию крови, швиху, дамим, как у нас, так и у них. Почему? Ну, потому что тогда это сейчас будет не тотальное, как бы, уничтожение, новые правила игры, при которых Хамас не сможет больше возобновлять вооруженных действий. Да? От которого, предположим, ну, от которого страдает и гражданское население тоже. Да? А он говорит, что если сейчас остановиться, то это будет как раунд, это будет снова сивуф, это будет снова один виток. И через какое-то время опять будет по-новому. Окей. Надо заметить, в связи с твоим, не знаю, дико-дико извиняюсь, вот, все равно точно на сегодняшний день, но на сегодняшний день погибло, я говорю, дико извиняюсь, я говорю приблизительно, 670 человек. Плюс-минус там, не помню точно, но это вот, как бы, Седер Годель, это масштабы потерь Израиля в этой войне. Да? Иду дальше. Дальше. Значит, тогда в этом понимании. Ну, в этом вопросе, в этом вопросе, он сейчас, это такая, ну, как бы, вводная фраза, он говорит, ну, послушай, тогда в этом вопросе, и матару целый, иконесла забихлали. Если ты вообще хочешь к этому прийти. Ну, если ты хочешь в это войти, ну, как бы, перевод такой, если ты вообще хочешь на это отвечать, ты хочешь этим заниматься. И такшут шеросным шалал, а то и шот шелорфи. Да, он-то немножко сейчас начинал, он не хотел прямо с ним говорить напрямую про, как бы, главу правительства, это такая идиозная тема. Ну, поэтому, если ты вообще, как бы, хочешь на эту тему, как бы, разговаривать, что он говорит, и такшут шеросным шалал, дрешот шилорфи. И такшут, это что такое? И такшут, это упрямство, упорство. То есть, ну, можно найти более правильный перевод по-русски, но дословно, главы правительства. Да, альтрешот шилорф. Ну, по поводу его, то вовремя. Да, в его требованиях, потому что, опять, его требованиях, почему? Потому что, главный лозунг, как бы, левых, он заключается в том, называется, бехольмхир. Бехольмхир, знаешь, любой ценой. То есть, неважно, что будут требовать, неважно, сколько отпускать террористов, неважно, есть ли требования, полная остановка войны, неважно ли требования, невозможность присутствия Израиля, цирфиладельфинцы, ничего не важно, да, а, как бы, у главы правительства, у него есть дриштор, такое дриштор, требования, а именно, это красная черта. Вот, без этого я сделку делать не буду, да, понятно, идем дальше. Ну, да, я, как бы, более-менее, или помнил, либо у меня в голове было, он именно это и повторил. То есть, его, как бы, дриштор, и такшут, его упорство отстаивает свои требования в отношении чего? Альцир, Филадельфин, это, ну, вот это вот, трасса, трасса, лучше сказать, трасса Филадельфии, да, и трасса Ницарин, Ницарин, да, магистраль Ницарин, да, и все вот эти вот вещи. да, и все похоже на это, и все похоже на это, да. Есть ли хаим, да, бейняназе? Есть ли, как бы взгляд? Позиция, имда это позиция. Да, позиция. такое? Я передаю. Ну, давай. Положительное, как это, положительное? Абсолютно положительное. Абсолютно положительное, да. Он его спрашивал, повторяю, чтобы было понятно в контексте чего это ответ, он его спрашивал, какая твоя позиция по отношению упрянства главы правительства в отношении своих требований, как цифроводельф и так далее, это повторялось. На это Раф коротко отвечает. Спиевил и халутин. Спиевил и халутин это сто процентов позитивно. Да, вот эти вот два слова, это очень короткий ответ. То есть, Раф Шерке зачастую, он дает, он у него, как бы, стиль ведения диалога, я сказал бы, два параметра. Первое, это о задаче. То есть, отвечать не напрямую, а переводить на другой уровень. Мы видели этому, как бы, примеры. Да, и как-то несколько обескураживать и аудиторию, и своего, с тем, с кем он ведет диалог. А с другой стороны, он дает очень короткие ответы. Эти короткие ответы, они вполне, как бы, для израильскоязычного или евретоязычного слуха, они вполне, как бы, тут же засыпляются. Вот, но они требуют объяснения для тех, кто-то, не совсем в теме. Слово хьюви, это слово положительно, и это слово всем тем, кто так или иначе был связан с армией, и это вошло в лексикон гражданский. Известно, что, наверное, в любой армии все разговоры там по рации, по связи, они, исходя из, ну, как бы, рамок военных действий, они всегда очень короткие. Да? Вот, поэтому положительный ответ всегда хьюви. То есть, например, его могут спрашивать, могут спрашивать, могу ли я открывать огонь? Например, а им они охотят лифтов бэээш? А им они охотят ли рот? А я могу ли я стрелять? Ответ хьюви. Хьюви, это закрыть, это просто закрывает весь вопрос. Хьюви, значит, положительный. Но еще он говорит халутин, халутин тоже. Вот это вот необычное окончание ют-нун, да? Мне кажется... Это из арамейского. Да, это из арамейского, да, это из арамейского, это наверняка из традиционных тестов, мишна, гемара и так дальше, но это совершенно нормальный израильский язык. Халутин это абсолютно. Это то, что по-английски называется абсолют и то, что, по-видимому, по-русски сегодня тоже говорят абсолютно. Вот это вот хьювило-халутин означает, что я 100% его поддерживаю. Нет никакого места для оваль, но или так дальше. Окей? Идем дальше. Дальше. Простая фраза. Я считаю, что глава правительства делает правильную работу. Правильную работу, да, правильную, верную работу. Это, в общем, нетривиальное замечание, которое, хотя фраза сама по себе выглядит совершенно тривиальной с точки зрения перевода, но с точки зрения того, что будет раввин, совершенно нетривиальное заявление. Почему? Потому что как бы ведущая линия всех СМИ, которые в основном, за исключением, может быть, этого канала и нового, открылся новый канал 24-й, вот, они, они все проводят линию полной деморализации и линию полной делегитимации главы правительства. Поэтому то, что говорит «Ес-Равин», это не нетривиально. Для этого ульпана это нормально, но в качестве общего вот этого серха, разговора в обществе, это совершенно нетривиально. «Еш-Равин» 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 Я бы сказал, Мадинад Леумид, Баалат Амда, Мусорид, ну вот, ну вот. Мадинад Леумид, это прилагательный. Мадинад как-то, как это... Ну, в смысле, имеется государственная линия, он государственный муж. Да, он говорит правильно государственную политику. Леумид национальную. Леумид национальная, национальная. А, Баалат. Баалат служебное слово, правильно? Имеющие... Имеющие, как это, моральные... Имеющие, ну, как бы, моральные устои или моральные позиции. Очень-очень важно. Правильно, 100%. Да, да, я вам. Дальше, да. Теперь он, как бы, говорит в оппозицию. Потому что он сказал, что с его точки зрения у главы правительства у него правильная политика. И он назвал ее... Почему она правильная? Потому что она, повторяю, как он сказал, он сказал, что она... Мадинит. Она Леумид. Баалат. Офи. Мусори. Хашуб. Правильно? Вот. А теперь, теперь он в оппозиции этому говорит, что... Как обозначить то, что является противопозицией или противопоставлением вот такой позиции Бениамин Атаниел. Переводи. Келомар. Как говорится... Да. Акния ладаврим амет... Медварим, да. Ладварим амет... 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 Медстальмим йофи о метстальмим ло йофи. А вот это... Ну, как вот это сдача, уступка... Капитуляция, которая... Капитуляция, которая... Чтобы... Как это... Сфотографироваться красиво или красиво... Да, ты правильно, да, правильно говоришь. Он говорит, к нему я, вы говорите, то человек, грубо говоря, он не капитулирует перед СМИ, а он капитулирует перед тем, чтобы выглядеть хорошо в глазах, как бы, ну, скажем, части общественного мнения, в части СМИ. Видите, называется литсталем. Литсталем – это фотографироваться, правильно? Это такая пассивная форма, которую вы знаете. Пассивная форма бывает чаще всего, когда есть нун, это не фаль, правильно? А есть пассивная форма, когда уже служебное Т в середине. Литсталем, литстайер. Литстайер – это казаться, например. Литсталем, литсталем – это фотографироваться. То есть, в отличие от салама, который фотографирует, правильно, есть тот, который Митсталэм. Это же Итпаэль. Это Итпаэль только это был как называемый век. И в нашем деле наоборот. Это какое-то изображение, когда буквы меняются местами. Потому что он будет Итсталэм. А он наоборот. Он не хорошо меняется. Мне кажется, он этот ТЭД просто вставляется. Потому что ЛЭТСАЛЭМ, а между ЦАДИКОМ и ЛЭМ вставляется ТЭД. Ну, неважно. Это именно такое... А что переставляется местами? Что? Это буквы Митсталэм. У тебя должно быть Иттсалэм, а у тебя Иттсалэм получается. У тебя ТЭД внутри попадает. Вот что у тебя получается. Нет, ну подожди. О чем ты говоришь? Ит, Ит, там ТАВ. А здесь ТЭД. А это вот именно такое явление. Это еще у Раших в комментариях он пишет. Он перечисляет все слова, где происходит такая замена замена слова, замена букв. Ну, я не против. Я не против. Возможно, Раши пишет именно так. Хотя и Грит Раши – это не современно. Но с точки зрения... Ну, ты никак. Слово-то от такого же план, такого же рода. Ну, в общем, ладно. Фотографироваться. ТЭД в середине слова. ТЭД в середине слова – это практически всегда этот ТЭД служебный, и он обозначает превращение слова в пассивное. Но возвращаясь как бы к тематике, по-русски нельзя сказать, что это как бы ты склоняешься в угоду фотографирования. Ну, ты попозируешь, как бы. Да, для того, чтобы попозироваться, кратко. Покрасоваться. Покрасоваться. Да, да, да. Попозировать. То есть тебе, да, когда плевает на все, тебе главное красиво выглядеть там на экране, допустим. Ну, это вот и все. Дальше. Стоять, ну, как бы против, стоять против или напротив. Ну, может быть, против поставлено. Это тоже ламот здесь. Стояться, ну, как базовым интересам народа Израиля. Ну, то есть как бы желание кого-то хорошо сфотографироваться, хорошо выглядеть или позировать. Не в ущерб, не в ущерб, не в ущерб, в общем, интересам народа. Да, но интересам СССИМ – это как бы фундаментальные интересы народа Израиля. Дальше. Да, они заканчивают интервью. Что он говорит? Окей. Удовольт, как бы, ну, удовлетворяем, удовлетворимся этими словами. Вот так вот. Да-да-да, интересно, что это… Остановимся, остановимся на этом. Да, это аллюзия на нашу сейчас разговора, хотя здесь не стопроцентный пример, потому что вот так здесь… Что такое лысапек? Лысапек – это удовлетворять. Сапак, сапак – это тот, который… Ну, не подрядчик, а который дает необходимое, да? А вот лысапек – это, опять же, это пассив. Удовлетворяться. Это не тот, кто вызывает удовлетворяться. Но здесь не тет, а этот таф. Но при этом этот таф, этот таф, он здесь тоже служит. Ну, это, слушай, это не пассив, это не этот возвратный глагол. Это поэль. Какой же это пассив? Это не пассив. У тебя тет внутри, это у тебя уже сразу не пассив. Это пассив. Какая разница между страдательным и… Это возвратный глагол возвратный. Возвратный страдательный. У тебя одно тоже? Нет. Пассив – это другое. Это я, я там, не знаю, одеваюсь, умываюсь, там, не знаю, это все ся. По-русски это ся, а тут это вот это тэ у тебя получается. Хорошо, оставь сейчас прямая связь с русским. Потому что ты в ритм – идея такая. Это не активная форма «я кого-то удовлетворяю», а «я удовлетворяю». Я сам себе удовлетворим. И это удовлетворимся. Да, мы удовлетворим правильно. А пассив – это когда кто-то над тобой что-то делает, он меня удовлетворяет. Значит, это возвратная форма. Возвратная форма, да. Мы удовлетворимся этим на этом. Давайте кто-то удовлетворимся на этом. Как он ему, прощаясь, говорит? Как обычно. Было очень интересно тебя, вас послушать. Да, правильно. Спасибо большое, что пришли к нам на программу. Да, ну вот в программу патриотов. Спасибо всем. Ну вот на этом закончилось вот это вот интервью. Мы его перевели. Значит, теперь дальше-дальше. Это вторая часть. Я ее опубликую. Значит, те, кто будут смотреть вот эту вторую часть, вам будет интересна и тематика, и грамматика. Значит, соответственно, посмотрите в первую часть. Я предлагаю обсудить в Телеграме, есть ли смысл продолжать. Мне кажется, побольше таких вот вещей. Вот это живой язык очень интересный. Хорошо, давайте. Тема очень интересная и вообще просто классная. Давайте договоримся в Телеграме. А те, кто, во-первых, вступайте в наш чат в Телеграме, в записи, кто будет смотреть эту запись. Смотрите, там есть ссылка на присоединение в чат про группу продвинутого иврита. Мы в основном занимаемся страидальными тематикой, недельные разделы и так дальше. Но если будет желание публики, вполне можно выделить какое-то время, типа как час. Раз в неделю дополнительно я могу подбирать небольшие. Здесь было порядка 9 минут. Ну, где-то искать порядка 9-10 минут. Небольшие беседы на тему дня. Ну, вот в стиле тоже тематики, которая здесь была, тоже лекции. Понятно, что это с точки зрения изучения ивриты. И, конечно, понимание происходящее. Очень интересно, что это актуальная ситуация. Да-да-да. Открылся новый канал, называется 24-й. Он в интернете, в YouTube. Можете найти его в YouTube. Вот 24-й канал. Там ведущий, здесь ведущий, один из главных. Это вот этот Ленон Магаль. А там ведущий, один из главных арабистов Израиля. Очень известный. Называется Ихескель. Так, вы видите, с головой. А, Цви Ихескель. Зовут Цви Ихескель. Цви – это имя, ну, как бы, собственно. Ихескель – это фамилия. Он сделал шву сколько-то лет назад. И известен очень своими, как бы, такими правыми национальными взглядами. И этот, он ведущий в этом канале. У него было потрясающее совершенно интервью. Совершенно замечательные люди. Не буду делать спория. Оставайтесь на нашем канале, как говорится. И сможете тоже участвовать. Ну, что-то какие-нибудь ссылочки найди там. Что-нибудь какое-нибудь. По-твоему интересное. Нет проблем, нет проблем. Нет проблем. Окей, хорошо. Тогда мы на этом заканчиваемся. Я выключаю запись.